1989 год. Французский ученый Дидье Дезор проводит уникальный опыт над крысами, который в одночасье переворачивает научный мир того времени. Шесть голодных крыс были помещены в специальную клетку. Система простая. Чтобы достать еду, крысам придется переплыть метровый бассейн с водой. Вначале все крысы пробуют плавать, но мало-помалу они распределяют между собой роли. Вот крыса решается сделать заплыв, но по возвращению лакомый кусочек у нее отнимает более сильная и наглая крыса. Таким образом, через какое-то время крыса делится на своих господ и своих шестерок. Только после того, как боссы наедаются, шестеркам удается покушать самим. Подобным образом крысы жили полгода, и за это время роли не поменялись, пока Дезор не усложнил задачу. Он пометил рабов и хозяев разными цветами и рассадил их по разным клеткам. Рабов с рабами, хозяев с хозяевами. И те, и другие дрались всю ночь. А наутро Дезор с удивлением обнаружил, что группы опять поделились по тому же принципу. Сейчас вы видите, как бывший раб отнимает у сородича заветный сухарик и становится таким образом эксплуататором. А это клетка с бывшими боссами. Эти долго не решались плыть за едой. Но, наконец, одна ныряет в тоннель. Как и следовало ожидать, покушать ей не удается. С тех пор она переходит в разряд эксплуатируемых до конца эксперимента. Позже ученые установили, что разгадка этого феномена лежит в области нейрофизиологии мозга. Иными словами, крыса-босс имеет иной химический состав мозга, нежели крыса-раб, и использует иные схемы мышления. Эксперименты также проводились над приматами и людьми разного социального положения. Оказалось, что политики и бизнесмены используют потенциал своего мозга на несколько процентов больше обычного человека. Известно, что для мыслительной деятельности обычный человек задействует от 5 до 10 процентов своего мозга, в то время как лидеры и успешные люди используют до 15 процентов. Эта небольшая разница и отделяет верхушку социальной пирамиды от ее низов. Но можно ли изменить ситуацию? Можно ли раскрыть эти недостающие проценты? Ученые начали изучать этот вопрос и через некоторое время создали технику, способные превратить низкоранговые особи лидера путем работы с отдельными частями ее мозга. Исследования оказались очень дорогостоящими, но внезапно расходы по изучению данного феномена взяло на себя военное министерство Великобритании. После чего результаты исследований перешли в статус засекреченных. Но шли годы, и сегодня эта технология стала доступна всем и преподается как система тренингов во многих странах мира. Будь на волне!